Технострой Олимп. Доступное жилье каждому. Тишина в библиотеке уже не актуальна. Теперь это место диспутов, мастер-классов и историко-литературных квестов. На этот раз путешествовать ребята будут не в реале, а в интернете. Игровые локации, электронные библиоресурсы. Сидишь, думаешь, надо головой все думать, а не просто бегать. На каждой контрольной точке свое задание. Например, найти на сайте президентской библиотеки автора и название книги. Парадокс, но на этом нехитром этапе порой спотыкаются и продвинутые интернет-пользователи. Современный мир, да, все пользуются гаджетами, но дети не всегда понимают, что такое электронные книги, что такое электронный каталог. Это удивительно, казалось бы. Но вот сейчас мы как раз их знакомим с этим и обучаем, как пользоваться поиском, расширенным поиском. Вообще, как устроена схема и карта сайтов. Ребят познакомили с интернет-платформой Изи Тревел, рассказали об аудиогидах по Клину, а также провели экскурсию по Ленина, что называется, не выходя из дома. Из архивных фото библиотекари смастерили макет улицы 70-х годов. Принцип квеста, что мы здесь сейчас даем информацию, и ребята сейчас, когда они пойдут, они будут должны ответить на вопросы, которые прозвучатся по теме нашей экскурсии. И закрепить знания с помощью заклиненного диктанта. Он покажет, насколько ребята хорошо знают историю своего города. В Клину действует несколько музеев, а сколько, неизвестно. Четыре. В смысле четыре? Вы перечислите. Кровический, Чайковский, Гайдара и... Елочных груш. Елочных груш. А, еще стеколь. Здесь мы хотим, чтобы в процессе этой игры наши молодые люди узнали и о городе, и о тех электронных ресурсах, которые есть в библиотеке. В квесте участвовали ученики 13-й и 17-й школ. Лучшими оказались команды Шерлок Холмс и ребята с Рублевки. Победители забрали с собой самые ценные призы – книги. Татьяна Барульна, Максим Максимов, Дмитрий Кириллов. Новости дня.